Девушки отдыхают Вот этот ореол серого кардинала Мы прощаемся с Медведевым, который в этом году перестанет быть президентом Хотя, как только что красиво объяснил Маврат Тихон И все эти четыре года, по сути дела, президентом настоящей страны не был И в это очень хочется верить, хотя последние новости этому во многом противоречат Мы начинаем прощаться с такой штукой, как безразличие и равнодушие Потому что все то, что происходило в декабре в Москве и других больших городах Говорит о том, что людям надоело вот это самое безразличие и равнодушие В частности, потому что появилось какое-то очень частное и личное у людей отношение ко всему происходящему Что нам самим, нам, горожанам рассерженным, надоело, что нас обманывают и ни во что не ставят Говоришь слова имя классика Да, именно Мы решили в честь новогоднего эфира немножко увеличить состав участников этой программы Теперь это не совсем Дедко-3, а Дедко-3 плюс Зоя Светова В студии Телеканала Дождь наша мама, Зоя Светова, журналист Которая последний год занималась, ну и не только последний год, вообще последние годы Я бы сказал, последние 15 лет Занималась всеми теми темами, о которых мы сегодня говорили И прежде всего темой того, что нельзя остаться безразличными Добрый вечер, Зоя Светова Добрый вечер, дорогие мои мальчики С наступающим Новым годом С наступающим Новым годом Я хотел как-то, чтобы это была счастливая минута встречи Но только что Тимофей сообщил новое, совершенно меняющее настроение вечера Таисия Осипова получила 10 лет тюрьмы Сегодня вынесли приговор Да, сегодня Смоленский городской суд, насколько я видела в фейсбуке, да Судья под фамилией Дворянчиков вынес Таисию Осиповой приговор 10 лет лишения свободы Я так понимаю, что ее обвиняют по 228 статье Часть третья или четвертая Это торговля наркотиками Но насколько я слышала об этом А кто вообще такая Таисия Осипова? Таисия Осипова, это жена Сергея Фомченкова Которая является представителем нацбола в партии Лимонова По центральному федеральному округу То есть она нацболка, если выгрублять Или жена нацбола? Насколько я ознакомилась с этим делом И встречалась с Сергеем Фомченковым И собиралась вообще писать об этом деле статью Просто не доехала до Смоленска Я так понимаю, что ее преследуют именно потому, что она его жена И те доказательства, которые были представлены в суде Они оставляют очень много вопросов к этим доказательствам Самое интересное, что понятыми, которые якобы присутствовали при том Когда у Таисии Осиповой обнаружили наркотики Были представители молодой гвардии Или даже движение наше Наше смоленского отделения Которых мы сегодня поминали уже Но я хочу вынести немножко надежды Вот в это печальное событие Дело в том, что вот этот Смоленский городской суд Или областной суд Я точно не знаю, как он там называется Это не последняя инстанция в России В России еще есть Верховный суд А подожди, это какая-нибудь инстанция? Если это городской суд, то дальше будет Смоленский областной суд Потом будет Верховный суд И вот теперь, мне кажется, от всех нас От вот этого самого гражданского общества О котором сегодня Филипп хотел говорить Будет зависеть Будет зависеть дальнейшая судьба Таисии Осиповой Если мы сможем все как-то повлиять на этот суд И заставить дальнейшие судебные инстанции Вышестоящие, чтобы они рассмотрели это дело Не так предвзято, как оно рассматривалось в Смоленском суде Я слышала о том, что сейчас всех журналистов Во время приговора их выгнали И там были сотрудники Центра Э Смоленского отделения Борьба с экстремизмом Да, борьба с экстремизмом И очень странно, почему дело о наркотиках Вообще курировали и сопровождали сотрудники Центра Э То есть, скорее всего, это был просто повод Наркотики был повод, чтобы ее засадить Да, но и Сергей Фомченков, и другие ее друзья И вообще все журналисты, которые сидели за этим делом Они говорят, что очень сомнительная история О том, что она вообще имела какое-то отношение к наркотикам Мы знаем, как легко фабрикуются в России дела о наркотиках Кроме того, Таисия Осипова больна У нее... И у нее несовершеннолетний... Да, и у нее несовершеннолетний ребенок И несмотря на это, отстрочки никакой не предоставлены Десять лет это очень жестокий приговор И я думаю, что в ближайшее время просто нужно будет всем этим заниматься Заниматься делом Таисия Осипова Ну и надо сказать, переходя к другим примерам Наличия или возможного наличия гражданского общества Неделю назад был суд, меньше недели назад, в воскресенье Суд над Сергеем Удальцовым А, Удальцовым? Сергеем Удальцовым Тоже, на мой взгляд, совершенно сфабрикованные обвинения И вот здесь гражданское общество показало, что оно работает Да, его не освободили А его не освободили Но при этом наличие такого пристального внимания Не позволило суде просто так в очередной раз штампануть Ему очередное обвинение Появилась какая-то... Нет, я хочу сказать, я не согласна А что она сделала? Нет, она штампанула очередная Нет, он там был криворучивый Я считаю, что это выпиющая история Потому что очень много... Можно я скажу, да? Очень много людей занимались делом Сергея Удальцова Я ходила к Сергею Удальцову, спецприемник, общалась с ним После того, как я увидела, в каком он тяжелом там находится состоянии Я предприняла всевозможные действия для того, чтобы об этом деле узнали официальные правозащитники Владимир Лукин, Музыканский, уполномоченный по правам человека в Москве И они, надо сказать, сделали очень много для того, чтобы Сергея Удальцова лечили в больнице Но единственное, что они не смогли сделать Они не смогли добиться того, чтобы его дело было рассмотрено в Тверском суде Под руководством вот этого самого судья Криворучка Который входит в список Магнитского Это тот самый судья, который в свое время Магнитскому, Сергею Магнитскому не дал кипятку Когда тот просил на одном из заседаний Потому что Алексей Криворучка рассматривал его дело о мире пресечения, о продлении И вот я хочу сказать, почему они не смогли добиться того Вот эти все официальные правозащитники Ни общественная палата, ни уполномоченный по правам человека Ни Михаил Федотов, президентский совет Почему они не смогли добиться того, чтобы Криворучка рассматривал это дело Ведь Удальцов сказал, чтобы рассмотрел как следует Ведь Удальцов сказал, я прошу, чтобы в мое отсутствие рассматривали это дело А Криворучка сказал, нет, мы не будем рассматривать, потому что Удальцова нет Я считаю, это безобразие Я задаю вопрос, на который ответ совершенно очевиден Была уполномочена при президенте по правам человека Ялла Памфилова Которая больше не является тем, кем она была Потому что в какой-то момент она вышла из роли Соблюдения некоторых приличий и правил Владимир Лукин и Михаил Федотов уж точно Занимаются тем, что они существуют в рамках всех правил Которые мы поставили Что за правила там все это? Правила, что в нужный момент Например, когда в нарушении всех процессуальных и прочих норм Вершится правосудие, в кавычках вершится Они говорят о том, что они не могут влиять Вмешиваться, да Они должны тогда уходить с своих постов Я ровно, совершенно верно Я ровно об этом и говорю Потому что И поэтому вопрос, который ты поставил 3 минуты назад Мне кажется, не очень серьезен Потому что на ответ он не очевиден У этих людей, при всем к ним уважении При уважении к их большому политическому и общественническому опыту Нет желания реально сделать так Чтобы их должности не были больше, чем просто Сушиком Я не согласна Они по сути дела спасли Сергея Удальцова Потому что они заставили власть держать его в больнице И не уморить его Но то, что они не смогли сделать Они не смогли повлиять на Мосгурсуд Это говорит о чем? Можно обоих О том, что в Мосгурсуде сидят судьи Которые никому не подвластны Никому не подвластны И только обществу они подвластны Получается, что так Вспомните сейчас историю с этой судьей Боровковой Которая судила Удальцова в воскресенье Мне глубоко противно то, что было в интернете Вот эта история про то, что было ее личные данные Что она легла куда-то там в больницу То, что стали говорить, что она какая-то там необразованная Это полная чушь Потому что есть совершенно законный способ Ей высшая квалификационная коллегия судей Давайте все писать туда письма Если десятки тысяч людей, которые вышли на митинг Будут писать письма о том, что нужно дисквалифицировать Судью Боровкову, судью Ольгу Егорову Судью Криворучку и других То ведь постепенно эта высшая квалификационная коллегия Их уволит Будет завалена просто эти письма Она должна быть завалена Вот эта история гениальная Буковского Расскажи еще раз эту историю, которая была опубликована В журнале Большой Город Историю мы здесь раз обсуждали Мы делали Предложили всем отправить заявление в прокуратуру По поводу пяти громких дел В последнего времени Одно из них дело Макарова Другое дело Таиси Осипова и других людей Которые по нашему мнению Мы не говорим виноваты они или нет Мы говорим о том, что процессуально были допущены недопустимые нарушения Ну кто направил? Кто из наших читателей направил? Очень многие Узнать сколько реально людей отправили Невозможно, потому что это можно сделать И до сих пор можно делать на сайте Большого Города Это было и внутри журнала Но интересно, что на этой неделе стало известно следующее К нескольким людям Уже три человека мне про это сообщили Я боюсь, что таких людей больше Проходили сотрудники Центра Эпп Кого самого Центра Эпп? Звонили и говорили Друзья, а вы откуда вообще про эту историю Про Таисию Осипову? Именно то, что касается Осипова Откуда вы про эту историю узнали? И человек, который случайно нашел журнал Увидел, понял, что какая-то история странная И явно неправосудная Явно незаконная И отправил заявление, чтобы сказать Я против этого Вот так же, как люди, выходящие на площадь, говорят Я против хамства и нарушения закона И к ним приходят сотрудники Центра Эпп И начинают их допрашивать А почему вы вдруг решили поговорить про эту женщину И за нее вступиться? Люди говорят, ну вот Но это говорит не о том, что нужно остановиться Закрыться, бояться Центра Э Конечно, не об этом ровно Надо вступаться И хочу вам сказать, что я на самом деле потрясена Тем, насколько вот сейчас это гражданское общество Вот эти люди Они стали героями года Вы посмотрите, самые известные журналы Газеты, ведомости Большой город, там, я не знаю, коммерсант Все, все, Нью-Таймс Все пишут вот об этих людях И вот этот самый журнал Нью-Йоркер Сайт Forbes.ru Кстати, тоже, Нью-Таймс Надо этим должен писать последнее Все время, что существует Нью-Йоркер посвящает Знаменитый Дэвид Ремник Посвящает свою статью Почему? У меня была в свое время такая маленькая-маленькая брошюрка Которая называлась «Люди надежды» Это вот эти люди, которых я называла «Люди надежды» Это были люди гражданского общества Которые, как Черикова, маленькие группки Которые вот занимались Разделывали свой участок Да, которые занимались вот какой-то своей проблемой И сейчас их становится все больше и больше Произошло чудо Они вышли на площадь Мы же видели на площади И 10 декабря, и 24-го Когда все эти люди соединились Когда на площади была Ольга Романова Со своей Русью сидящих Это зэки, да И жены зэков Чериков со своим химкинским детством Синие ведерки и так далее И так далее Множество этих людей Это вот это гражданское общество Которое невозможно победить, когда оно вместе Вот, и я вспоминаю Вот, ну слушайте, я давно занимаюсь Вот этими бедными заключенными Невиновными Ведь когда мы писали Про Игоря Сутягина Про Зару Мортозалиевой Которая только что ездила В мордовскую колонию Она сидит уже 8 лет Ее осудили вот эти судьи Вот это судья Марина Комарова Судья Ольга Егорова Которая до сих пор сидит И они сидят на своих местах А эта женщина, я готова к голову Чтобы мне дать на отсечение Она абсолютно невиновна Но тогда же только журналисты ходили на судебные процессы Потому что это была Чеченка Которая была никому не интересна А сейчас пришли за каждым Пришли за бизнесменом Козловым И его стали защищать Пришли сначала за Ходорковским Его тоже стали защищать За сотнями бизнесменов пришли А теперь пришли за студентами За профессорами ВОЗов Которые вышли на площадь И за ними тоже пришли Они оказались в спецприемнике Почему это только сейчас произошло Почему сейчас пришли за студентами Почему раньше не приходили И почему люди стали реагировать так активно А потому что пришли за каждым Вы помните? Я не помню Нет, с чем это связано Что сначала у тебя идет адресная репрессия Потом у тебя репрессия становятся системой Сперва у тебя репрессии оправданы в интересах системы Потом у тебя репрессии оправданы в интересах каждого винтика Эта система, когда система подобно порождает огромное количество винтиков И каждая репрессия, это уже не мотивирована конкретной причиной, а мотивирована личной выгодой на каждом отдельном участке. И поэтому, когда я была в спецприемнике, я разговаривала с этими людьми, которых забрали на митинги 4 и 5 декабря. И они говорили, я говорю, что вы узнали, вот эти молодые ребята, вы говорили, что вы узнали в этом спецприемнике после того, как вы забрали. Они говорят, ну в России нет суда, суд длился 2,5 минуты, и нужно было этим людям попасть в спецприемник, чтобы об этом узнать. Но ведь десятки, сотни журналистов об этом писали. Но тем не менее, на этой же неделе была осуждена Наталья Гулевич, и все не так плохо, как мы сейчас тут пытались изобразить, и не пытались, а изображали. Как история изображает. У нас время заканчивается, заканчивается не только эта программа, но вообще в этом году. Давайте какие-то пожелания всем нам и всем нашим зрителям скажем по фразе и исчезнем. Мне кажется, пусть каждый пожелает себе того, чего он хочет сам. Начну я, как человек в пиджаке сегодня. В смысле, я уже сказал. Ты не начнешь, а продолжишь. Я не заметил, что ты что-то сказал. Я считаю, что поскольку у нас такая была трехчастная структура, мы проводили сурковые временчика, и поговорили про гражданство общества. Я надеюсь, что вот эта вещь под названием гражданство общества, которая не то что появилась, а возродилась и как-то показала, что она может как-то влиять на ситуацию, чтобы она не захлебнулась, и чтобы эта сила стала серьезней. Я хочу всем пожелать радоваться, радоваться по возможности. А я хочу пожелать, я хочу словами Булата Акуджава сказать, не оставляйте стараний маэстро. Я хочу подсказать еще потрясающую вещь, что помните, когда Путин с Медведем поменялись ролями, и все собирали чемоданы и хотели уехать. А получилось все наоборот. Все вышли на площадь. И давайте продолжать в том же духе. Поэтому, как говорит Василий Уткин, играйте в футбол. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ура!